Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness и я его ведущий Крафцев Сергей. И сегодня мы поговорим о шизоидном типе личности. Для этих людей характерно нахождение во внутреннем мире, нахождение внутри себя и внутри собственных фантазий. Шизоиды очень любят фантазировать и переносить эти фантазии в реальность, в нашу жизнь. Шизоиды зачастую склонны к неаккуратному и несколько неопрятному виду. Шизоиды – люди с непривычки, те, кто только начинает заниматься профайлингом или просто изучать психотипы, очень часто путают с истерикой. Те и другие выделяются из толпы и, как правило, привлекают к себе внимание. В отличие от истерика, шизоид не хочет привлекать к себе внимание. Просто он действительно настолько яркий, у него действительно настолько богатый внутренний мир, что просто так получается. Шизоидный тип личности, как правило, достаточно неординальный. В отличие от истероидного психотипа, шизоиды, как правило, имеют в себе огромный багаж знаний. Но эти знания не структурированы. Шизоид – это как такая огромная библиотека по собиранию каких-то фактов. Шизоид в силу своей творческой натуры может быть очень хорошим поэтом или музыкантом, фотографом, но в силу, опять же, своей творческой натуры ему очень тяжело даются практичные дела. Вплоть до того, чтобы аккуратно носить свои вещи. Вплоть до того, что шизоид может не завязать элементарным шнурки у себя на ботинках. Вплоть до того, что шизоид, выходя из дома, обнаруживая, что у него оторвалась пуговица, может приклеить ее на скотч и всякие другие нелепости, свойственные шизоидам. Однако, дорогие мои друзья, я призываю вас простить ваших знакомых шизоидов за такое немножечко нелепое поведение. Шизоиды, как правило, способны демонстрировать уникальные способности в той сфере, которой они занимаются. Уходя внутрь себя, шизоид в своих мыслях может придумать совершенно неординарное и необычное решение, казалось бы, уже нерешимых задач. Очень часто это проявляется в математике, физике или неточных науках, например, искусстве. Всем известный Сальвадор Дали был шизоидом. Также многие другие ученые, поэты и музыканты, которые вам известны, были шизоидами. То есть заметить, что для этого типа личности характерна некая эмоциональная холодность. Шизоид может расстроиться, что у него дома завял каплю, но совершенно проявить какую-то эмоциональную холодность и даже некое безразличие к гибели близкого родственника. Дело в том, что у шизоидного психотипа вся психика устроена по-особенному. Этот тип личности крайне не похож на все остальные. Этот тип личности крайне не вписывается в рамки современного общества. Этот тип личности, по сути, не вписывается вообще ни во что. Очень часто для того, чтобы описать шизоиды, когда я объясняю это своим знакомым, которые никогда не сталкивались с психологией, я привожу пример всем известных неформалов. Шизоиды очень часто любят отпускать бороды, носить длинные волосы. Очень часто шизоиды можно увидеть с рюкзаком. Этот рюкзак он носит, опять же таки, не просто так. Дело в том, что шизоиды очень часто привязаны к каким-то своим вещам, книжкам, фотоаппарату, еще какой-то мелочи. И в его рюкзаке может храниться просто целый мир. Для шизоида очень важно таскать рюкзак с собой. У шизоида в силу своего неординарного мышления отсутствует социальная интуиция. То, что для нас кажется элементарным, то, что мы копируем на автомате, ну, например, одежду, которую одевают люди на работу, к примеру, там, смокинг или спортивный костюм, если человек работает, к примеру, тренером. Для шизоида это может быть неясная закономерность. И на свою работу, где нужно надеть спортивный костюм или деловой костюм, шизоид может прийти еще дополнительно, надев ковбойскую шляпу. Почему нет? Или может прийти в тяжелой такой обуви, знаете, формата берц каких-то, и совершенно спокойно гулять по работе в таком виде. Причем он еще может достаточно эклитично распорядиться своим образом. Он может оставить классические брюки, сверху надеть берцы, поместить на это все дело свой любимый рюкзачок, и надеть свою какую-то, если уж не ковбойскую, то какую-то военную шляпу. Я описываю реально настоящий образ моего знакомого шизоида, который вот так вот приходил на свою работу. Очень часто шизоидный тип личности можно увидеть среди программистов. Чтобы немножечко закрепить знания о шизоидах, давайте посмотрим короткую нарезочку, которую я приготовил для вас. Итак. Считается, что Анатолий Вассерман знает все и обо всех. Масштабы своей домашней библиотеки, откуда он черпает знания, он оценивает в несколько сотен метров. Многократный победитель интеллектуальных телеигр поразил Смолян своей эрудицией и начитанностью. Журналистам он представил свое видение того, какой Россия будет через 50 лет. Проанализировал сегодняшнюю политическую обстановку и подробно ответил на вопросы, которые касаются его лично. Вассерман уверен, что способен влюбить в себя окружающих за полчаса, а еще через полчаса полностью это хорошее впечатление о себе рассеять. Отмечу, что на встречу со смолянами он пришел без своего знаменитого жилета с десятками карманов, и журналисты это, естественно, заметили. Если же вас интересует, есть ли на мне что-нибудь, что пока ни разу не использовалось по прямому назначению, ну, опять же, в жилете есть парочка перцовых баллонов, которые пока не использованы, надеюсь, не придется. А здесь пока ни разу не использованы инструмент для спасения попавших в автомобильные аварии. Если я не вижу, то я уверен, что в Америке будет стоять. Если я не вижу, то я уверен. Ну, хотелось в этой такой серой, однообразной, как бы скучной жизни, ну, какой-то радости, что ли, и самое, для себя вот так лично, ощущение какого-то и ощущение какой-то свободы, потому что панка – это как-то такое выражение свободы, в принципе. Она, она эта свобода, у каждого там человека разная. Насколько человек себе может ее позволить сделать, такая она у него и получается. Как же общаться с шизоидом? Ну, в первую очередь, вам не стоит давить на шизоида, если, допустим, вы чувствуете в себе эпилептоидные наклонности. Не нужно его подавлять, не нужно стараться наказывать шизоидом. Это бесполезно. Шизоиды, как правило, все это прошли еще в раннем детстве. Они умеют замыкаться внутри себя, полностью абстрагироваться от вашей агрессии, и вы ничего не получите. Или, как в крайнем случае, шизоид просто, если у него найдется такая возможность, покинет ваше окружение. Поэтому, если вы хотите нормально взаимодействовать с шизоидом, вам просто-напросто нужно стараться разговаривать на его языке. Это, конечно, сложно понять такой шизоидный язык. Я думаю, что я сниму целое видео на эту тему, как можно общаться с шизоидами. Для того, чтобы я его снял, нужно что поставить? Нужно поставить лайк, правильно? И подписаться на мой канал. А вернемся к шизоидам. Так вот, чтобы научиться с ним грамотно общаться, вам в первую очередь нужно давать ему те задания, где, во-первых, он сможет проявить свою творческую натуру, где нет жестких рамок и ограничений в исполнении этих заданий. И, как правило, шизоиды будут делать все достаточно медленно. Поэтому вам нужно запастись временем для того, чтобы шизоид мог выполнить поставленные перед ним задачи. Если шизоид – это ваш близкий, знакомый, друг или родственник, и это какие-то более близкие отношения, чем нежели деловые, я рекомендую запастись терпением, пониманием и учитывать все-таки их некую эмоциональную холодность и отдаленность, ввиду того, что шизоид больше погружен во внутренний мир, в свой мир с эльфами, единорогами. Ну, это я так, художественное отступление. В общем, шизоид погружен в себя. Не забывайте об этом. Итак, если шизоид – это ваш близкий человек, допустим, девушка или парень, во-первых, не удивляйтесь, что в какой-то момент он может попросить, что ему нужно личное пространство, и он хочет остаться один. Это вполне нормально для шизоидного типа личности, и таким образом человек немного побудет в себе, возможно, устранит даже какие-то внутренние конфликты, и снова будет готов к общению. Не следует давить на шизоида и специально пытаться привязать его к себе и ограничивать его свободное пространство. Шизоиды любят одиночество. Жесты и мимика у шизоидов часто как бы расфокусированы. Блядь может быть направлен совершенно не на собеседника, а в стену. Во время того, когда все шутят, шизоид может одновременно как бы хмуриться и улыбаться. Жесты и движения бывают неловкие. Шизоиды очень плохо воспринимают различные виды направлений спортивных нагрузок, очень плохо усваивают какие-то специфические движения, будь то подъем штанги или какой-то танец. Для шизоида характерна некая как бы неуместность в нашем реальном мире. Ярким представителем шизоидного типа личности может являться вышеупомянутый Альберт Эйнштейн или Марк Цулкенберг. Следует даже обратить внимание на то, как сидят шизоиды. Шизоиду свойственно принимать как бы неудобные позы даже для него самого. Если собрать это все в кучу, вы сможете определить шизоида сразу, в тот момент, когда он только зашел к вам. Ну что же, на этом наш краткий экскурс о шизоидах закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите узнать больше о шизоидном типе личности. Это очень интересный тип личности. И я расскажу вам о том, как вы можете с ним ужиться, как себя вести, если это ваши родители, ваш начальник, ваша жена, муж, парень, девушка. Или может быть вы только решили завоевать сердце с шизоида. В любом случае, еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кравцев Сергей, Медикал Фитнес. Пока!